Доброе время и суток, друзья! Вы на канале Hardress от Info. Перед нами Xiaomi Redmi Note 11s по правой стороне, по левой стороне какой-то другой девайс. И в этом видеоролике мы вам покажем, как перенести все данные с нашего старого телефона, в моем случае это Nokia, на новый Xiaomi. Причем без разницы, старый и новый, старый телефон это у нас Android, iOS вообще без разницы. На оба наших телефона, на Android оно, кстати, обычно предустановлено, скачиваем приложение, которое называется Files, и на этот телефон тоже заходим в это приложение. Дальше справа снизу выбираем пункт отправить, и получается на нашей Nokia я нажимаю отправить, а на моем Xiaomi я нажимаю получить. Дальше здесь я вижу все файлы, которые у меня есть на телефоне, просто зазначаю, здесь у меня есть загрузки, видео, приложения, изображения, аудио, документы и так дальше. Плюс в конце видео мы вам покажем, как перенести смски, контакты и так дальше. Выбираем, что нам нужно отправить, нажимаем отправить. Дальше устройства ищут друг друга, они сейчас должны друг друга увидеть. Вот у меня этот телефон увидел другой телефон, сейчас здесь нужно нажать на кнопочку принять, нажимаем принять, и все, файлы начинают перекидываться. Они перекидываются довольно-таки быстро, видите, 11 изображений перекидываются буквально за 10 секунд максимум, все было перекинуто. Теперь давайте посмотрим, как перенести контакты. Для этого мы на нашем старом телефоне заходим в настройки, в принципе, оно на всех Android девайсах выглядит именно таким образом. Если Android в настройках, выбираем пункт, который называется аккаунты и синхронизации, или что-то связанное с аккаунтами, всегда написано. Дальше выбираем Google, выбираем наш Google аккаунт, если у вас несколько, и синхронизируем. Все, у меня и так все синхронизировано. Теперь, если я, к примеру, здесь проверю, включена ли у меня синхронизация, для этого я захожу здесь тоже в настройки. У меня здесь, конечно, все на английском, но не суть важна, настройки. Дальше выбираю аккаунты, дальше нажимаю Google и вижу, что здесь синхронизация у меня... Сейчас проверим, идет загрузка. Посмотрим, на разных девайсах оно выглядит немного по-разному. Почему мне не показала, включена ли у меня синхронизация? Ага, включено 10 из 11 айтемов, то есть Google новости у меня выключены, тоже включаю. То есть, как только мы на новом телефоне заходим в наш Google аккаунт, сразу все с Gmail, все с календаря, контакты и так дальше перенесутся. А вот SMS-ки можно перенести при помощи Mi аккаунта, если у вас старый телефон, это Xiaomi. Для этого мы заходим в Mi аккаунт, здесь входим в свой Mi аккаунт. Давайте я даже войду, чтобы вам показать, если у меня сейчас получится быстро это сделать. Ставим галочку и заходим в Mi аккаунт. И здесь выбираем Xiaomi Cloud и ставим галочку возле, давай разрешить, разрешить, продолжить, бла-бла-бла. И ставим галочку возле синхронизация контактов. Но на самом деле контакты можно перенести и без Mi аккаунта, но просто, ой, точнее не контакты, а SMS-ки. Но с Mi аккаунтом это сделать проще, к примеру, здесь можно перенести все заметки, все сообщения, если у вас есть сим-карта, у меня нет сим-карты, все фотографии и так дальше. То бишь, это уже сработает быстрее, но, к сожалению, все прям полностью фотографии перенести нельзя, потому что здесь есть лимит без подписки, только 5 гигов. Так что советуем вам перенести здесь сообщения, к примеру, какой-то журнал вызовов, данные о Wi-Fi и что-то вот такое вот. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok